Абакан Абакан Она про это не сказала, она сказала, знаете что, мы раз, слушайте внимательно, хорошо, что вы сидите, вы бы сейчас упали, если бы стояли, вот, вы же профессионал Так вот, выглядело это так, запретить не можем, я вас научу, как отличать саженцы среднеазиатские от сибирских, вот они сибирские, я же сразу вижу Так вот, значит, делается это так, вы подходите и видите, если саженец мощный, ростый, красивый, значит узбекский Если низкоростый, хреновенький, ну, слово хреновенький не сказала, но плохонький, значит сибирский Вы представляете, я хорошо сидел, я бы со стула упал, это мои саженцы Большой опыт имеет женщина Большой, большой, ага Большой опыт Вот, ну ладно, это была присказка Теперь, я не хочу, дело в том, что меня шуганули оттуда, вы меня не шуганете? Нет? Пожалуйста, представьтесь Галаган, Людмила Александровна Еще раз Галаган, Людмила Александровна Так Что еще? С Витки вы приехали Что? А, не наша, не украинка Нет, боже, сохраните Ну тогда по-русски говорю Сейчас молдаван полно, вы не хотите с них начать? Нет, нет, прошу, пани, просто по-русски давайте Откуда вы приехали? Вот это все приехало, вот я живу здесь рядом, в деревне, ну, российское село Ну, вот так вот я там живу Сотрудничаю с этим, с хозяйкой вот этого питомника Я уже, ну, наверное, вот так, это у моего мужа уже нет третий год Где-то, ну, лет восемь мы уже с ней вот такой сидели Она мне вот просто из того, что вот вошла в положение Раньше мы сами к ней ездили за саженцами Она теперь мне привозят сама А вы везете, а тут килограмм-треться, да? А я здесь, слушай, я в Саиногорске торгую Где-то по каким-то районам проеду Вот, что-то вот такое вот она Что-то припозднилось мне вот нынче привезти Потому что у нее плохо отходит Там у нее, потому что у них все-таки кожа земля Да, у них это И вот она мне выдирала нынче вот смородину Очень многое, вот я когда стала рассмотрела Повредили, потому что там еще замерзла У них земля была замороженная Вот А документы вот эти вот все у меня с голограммой Вот документы, сертификат на качество Все со Ростехнадзором, все проверено Никаких этих, все, все у меня у меня Всегда есть сертификаты, качество, все есть Так Теперь давайте посмотрим Я еще раз говорю, я не застанный казачок И вот Я хочу Но что-то вы все-таки хотите от меня Нет, дело в том, что Вы поймите, человек Я выпустил более 250 фильмов Вот на подобие этих Вот Я плохом и хорошим Главном технологии Не зря, что вы, оказывается, знаете мою фамилию Да, я знаю Мы даже как-то с мужем еще был жив Мы как-то все Где-то в Красном Хуторе у вас Да, в Красном Хуторе А он там у меня торговал В Красном Хуторе На этой же вот машинке Когда бочками, когда там Ну понятно Так вот, раз получается так 250 фильмов Мне лично стоили 250 тысяч рублей То есть я выложил четверть миллиона Только за то, чтобы они оказались в интернете Никакой личной выгоды Почему? Я рассказал Вот их нету Вот Федоренко недавно умер Тотаров уже, видимо, отторговался Филиппев отторговался Все Сейчас я еще поищу колновидной яблони Колновидная А колновидка, она же у нас не растет А это вы знаете Это я знаю А продают-то вот Вот пальцем показывают Так, подождите Ну Причем к настоящими торгуют Не поддельными Самые настоящие колновидки Вот моя хозяйка, знаете, года два Нет, муж еще был жив Мы, наверное, брали Или Она пыталась вывезти сама колновидку Она что-то много работала У меня команда работает И вы знаете Говорит колновидка Она мне готовила сотни к этому Что я буду торговать колновидкой Короче, она мне привозит Вы знаете Вот все-таки вот Вот маленькое Маленькое деревце И вот такие ружки вот так вот торчат Ну как же Что это за колновидка Мне было стыдно Но продавала Ну куда деваться А этикетки уже приготовила она Что это колновидка Неплохие яблоньки получились Но не колновидка Ну Все-таки Скажите адрес вот этого питомника Это Ермолаева Березовский район Весник Красноярского края Красноярского края Весник Вот первый раз в жизни Мне говорят глаза И не стыдятся А чего стыдятся Кроме наших Знаете Мне нечего стыдиться Не называю Знаю фамилимотства Я там была Женщина Сабакана Да Она торг Я не буду ничего говорить Даже намекать Вот Просто С этого С нескольких районов Городов наших Это Ширы Это Сейчас вспомню Шары Еще два Уже мне написали Еще раз приедет Морду напьет А у меня А вы знаете о том Я вам расскажу Я видно на нее Как-то внешне немного покажу Да я-то думаю Я к ней подошел И вот Меня в прошлом году Чуть морду не набили В Сосново-Борске Ну это просто Да за нее приняли Да Потом кое-как раз Все ясно Я так и понял Так давайте посмотрим На саженце Обидно что я на нее так похожа Я вроде бы помоложа Так Вот давайте То что мне знакомо Вот Антоновка Ну Что я скажу Ох ты елки Вот это вот Но это не ваша беда Вы еще продаете Да Вот такие пенечки Оставлять нельзя Отсюда начинается Загнивание вниз А вы знаете А я заметила Кстати сказать Вы заметили Я заметила Что бывают они Вот этот не высохший пенек А у вас секатора нет с собой Да есть А есть все нормально Нет Дело Сейчас уже нельзя отрезать Дело в том что я видела Когда он засыхает Вот засохший видела И видела что Я не профессионалу Я вам сразу говорю Я в этом деле Не специалист И я не заслуженный агроном Как Анна Ивановна Я просто Я продавец профессиональный Вот Единственное что Какую она информацию Я стараюсь больше У нее получить информацию У нее У хозяйки Если что-то Я не услышала Или не поняла Я опять звоню И спрашиваю Вот вчера ко мне подходил мужчина И он Яблоня Его интересовала И вот он Эту яблоню Он ее со всех сторон Ну видно что человек занимается Что он в этом Чего-то понимает Но он мне требовал Что на каждый На каждый ствол Нужен быть паспорт Я говорю Такого у меня нет Я такой не могу предложить Я набрала ее номер Она ему что-то там Как ее еще раз Фомейлируешься Бомжина Любовь Васильевна Любовь Васильевна Ладно Нет просто Вы понимаете Когда я лично Столкнулась с тем Что я Собственно говоря Я пострадала Я в общем-то У меня моральный ущерб Был серьезный И не в одном месте И не только в Соснового Так это Вам по инерции Я просто Просто в прошлом году У нас сезон Как был такой Он начался И тут же закончился Закончился Не начавшись Собственно говоря У меня очень много Осталось деревьев И я поэтому Отремонтировали машину Получше посмотрели Поехали в край Как мы раньше Делали это с мужем Прямо на Красноярске что ли? Да Ну по крайней Поехали Да и вот была У нее-то рядом Сосновоборск Вот это все В Красноярске я конечно Не попала Я туда Я не рисковала Я в нем блужу Вот А вот в Сосновоборске Я стояла Торговала Вот и вот такое Вот это Потом где еще Поторговала В Новоселово Тоже как такая Негостеприимная Была встреча Мне приняли Здесь тоже будет пик Да И в общем-то Ну знать Неприятно было очень Да знаю Я вам сочувствую А у моей хозяйки Перед то время Не дают привет Тут понимаете В чем дело Я сейчас дальше Буду говорить Уже Я ведь не только садовод Я и торгаш Извините Ну это образно Торговец Вот И торговал много лет Поэтому я вам как скажу Это воровец Вот сидят Вот сейчас их нет К сожалению Нет ни Филиппева Нету Федоренко На том свете Нет Тотарова Вот Не вижу я Лапина давно Дело в том Что они хорошие ребята Все У них саженцы Знаешь что такое местное Утром выкопал И в этот же день Уже у человека Она в огороде В саду Я у Филиппева была Я больше Вот Получается И все равно Их прекрасные саженцы Гибнут Почему Как ни старайся Выкопал Корень все равно нарушен Я даже свои Из горшка достаю У меня предыдущий фильм Об этом Из горшка достаю Из горшка достаю Из горшка достаю Да Часть Нет Часть Я бы даже хозяйки свои привозила Ну Себестоимость другая Надо цену поднимать Вот давайте сравним Торговец с торговцем Сколько стоят Вот эти яблоньки Ну продавали Вот сейчас Час назад Ну я сейчас за 400 продаю 400 Ну вот видите Дело так Ну По решительнике К этому относилась Я резала сама Около меня лежала Всегда куча Вот этого материала Вот потому что Они все возмущались Уходили Во всяком случае На следующий год Никаких не было Ко мне претензий А потом вдруг Все стало резко меняться Собственно говоря Я тоже пошла на поводу Обстановки общей Что нужны листья Без листьев не берем Вот я сейчас держу Вот эту вот сливу Потому что ее нельзя Чтобы у нее Открывалась почка У абрикоса Нельзя Чтобы была Открытая почка Если она Щелкнула уже И вылез Уже там Даже маленький Котик Это же погибнет Все Резать тогда только Вот так Как вы говорите Вот замазывать И попробуй убеди И попробуй убеди Они никто На это не соглашается Я когда начинаю резать Я плачу Я не буду это брать Да были такие случаи Вот в той даме Был такой случай Рассказываю Не для вас Для зрителей наших Первый раз От души отдыхаю Рядом С продавцом Честно Первый раз Спасибо Я подхожу к ней Издали Стоит мужчина И держит руках Двух метров Вы видели у нее Еще росли саженцы Да Два-два метра Стоит и держит саженцы Уже заплатил И тут я подхожу Она меня увидела Заметьте Я не называю Имя отчество И ваше Что вы называли Будет вместо них Стерты Вот Увидела меня Издаля Говорит А я режу Берет демонстративно Секатор Вот как ваш секатор Отрезает У двухметрового саженца От верхушки вот столько И вручает ему Слушайте дальше Это рассказываю Уже как анекдот Когда-то Войдет в учебники Значит Я говорю Это мало Она демонстративно Еще улыбается Еще улыбается Демонстративно Дает мне секатор Говорит Режьте вы Я спокойно Беру мужика Саженец Вот Примеряюсь Чтобы вот так вот Отрезать Вот тут вот Вот так Вот Он вырывает саженец Вы думаете Он ушел Он убежал Он бежал Ой как приятно Поговорить с профессионалом Ой я не могу Это же Такая обстановка Я не профессионал Я сразу Это зрел Так У меня Блезно конечно Так жизнь научит Понимаете Я Из десяти человек Девять не могу Убедить что надо Обрезать Заметил Ребята перестали Да бери ты А потом Когда приносят погибших Апатия Апатия уже Не хочется даже Выяснять Я пытаюсь Вот я особенно Вот с этими абрикосами Я их беру в себя Минимум Очень минимально Самая капризная культура И чернослив Но Но совсем немного Беру только Чтобы они были у меня Как бы Ну в ассортименте Что ли Вот так вот скажем Вот Потому что Это бессмысленно Это бессмысленно Он не дает Да еще бессмысленно Даже среди своих знакомых Своих друзей Родственников Друзей Вот я когда им предлагаю И говорю Как это делать Ну там уже У нас до крупных матов Доходит Ну что Ем то я режу Все таки Про грушевку есть Нет грушевки Нет Грушевка есть Посреди А это самое Мельба есть Там подозрительно Наверное не буду Говорить где Ладно Так ну что Все Спасибо Вам за хорошую За беседу Я вообще была рада С вами познакомиться Давно хотелось Но у нас Тогда с мужем Как-то не получалось Давно хотелось С вами познакомиться Поговорить И как-то вот Был какой-то Интересно Ну сейчас Как-то вот С его уходом У меня Даже вот к этой торговле Это уж по необходимости Это уж по необходимости Потому что без этого На 9 тысяч Извините Пенсии не проживу А мне надо еще И ремонт какой-то Сделать Да вы знаете Втягивает То как это Вот это вот Не сама Вот это вот А вот Нахождение В это время Тянулось уже На базаре На весной Пообщаться Поторговать И с вами поделиться Что там Получше Растет Я закончил Знаете чем Еще раз Вот тот разговор По телевидению Когда она сказала Что сибирские саженцы Плохонькие Вы понимаете Что интересно Да Вот Разве они Плохонькие Моя хозяйка Вот Это раз Но я в сибирске Узнал сразу Я почему И решил с вами поговорить Вот Там меня шуганули Это самое А здесь нормальный разговор Еще был тут В прошлом году Я снимал Стоял Филиппиев Еще кто-то из наших Стояла Эта дама Сабакана Вот И подъехала машина Вот такая же Допустим Как ваша Я издали Начал это И на машине Написано было Санкции Я стоял Метрах 50 Начал вот так снимать Они вышли Начали выгружаться Это в фильме есть Выгрузили несколько Там ящиков Или чего Вот Увидели меня Постояли Загрузились И уехали Вот То Сто Процент Средняя Азия Вот Они меня приняли За проверяющего Конечно Испортил им торговлю Но Зато Нашим Ну Вы знаете Все-таки Хорошо Еще Эту тему Развить Насчет Молдаван У нас Все-таки Нас не сильно Коснулось Она И они Сюда Немного Их Пролезло А Красноярск Заполонили Вы имеете Ввиду Саженцы Саженцы И когда Красноярский Ростехнадзор Их все-таки Они Там была Ярмарка Они к тому Времени Их проверили Уже Что Там Не все Спокойно Там Какая-то Зараза Они Начали Когда вылавливать Сколько-то Там Какой-то Ангар Сгрузили По городам По разным Точкам Да Это Само Мне Рассказывают Несколько лет Тулеев Запретил Продажу По всему Кузбассу Ну И что Тут же Оказались В соседних районах Ни один саженец Не пропал Они потом пропали Вот это вот Качество Миллион продают Миллион мертвых Чтобы хотя бы Несколько из миллиона Нет Нет А молдавские А нам знаете Что привезли Вы-то в курсе Какой-то пережил Сайногорск Раз И вы знаете Я живу рядом Вот именно Страшная вещь Это же вот Привозное А мне Вчера Дядька Говорил Вот он Рассказывал Таким Что знает Давно Об этом Что это И раньше Эта болезнь Здесь Нет Нет Поверьте мне Мы Сайногорцы Пол Сибири Обеспечивали яблоками Ко мне Машины ездили За машиной Ну Все Давайте так Извините Да ради бога У вас Мелба красная Или просто Мелба Ред Вот тут Вот сейчас Наверное Выбирали Все Я не буду Больше вам мешать Благодарю за внимание Я рада была С вами А для меня Вообще праздник Так редко Удается С нормальным Продавцом Поговорить Все таки Мы коллеги Ну да Ну вот друзья Вот этот разговор Я и заканчиваю Видели отношения Вон та блондинка И вот это вот Хорошо что я много знаю Хорошо что я могу Отличить То что могу Я узнал что Молдаване уже Красноярске торгуют А раньше Нет только одни Торговали Средней Азией А Молдавия Это ведь Извините Еще дальше Это за тысяч За пять Наверное Километры За четыре Представляете Что творится Вот Я когда узнал Что Средняя Азия Добралась до Приморья Думал О какое Как же они умудрились Такую дали А вот пожалуйста Глобальная сеть Ну вот подъехала К последнему Источнику Садоводства В Сеногорске Здесь торгует Защитина Валерия Моя хорошая знакомая Вот Много чего привозит Сеного в горы В том числе И саженцы Саженцы сибирские Я не хочу на них Зациклить внимание Я не хочу Ими восхищаться Я не хочу Ими возмущаться Почему Время вышло Время вышло На посадку Вот так у нас принято К сожалению Так принято Пользы от этих саженцев Уже не будет Если только не делать Сенейшую обрезку Естественно Если я зайду туда Вот сейчас Мелькнула продавщица Естественно Я спрошу ее Ну как Берут Скажут Берут плохо Вот Если возвратить Не знаю Может она новенькая Не знает Ну по крайней мере И этим саженцем Нужно делать Сель А саженцы настоящие Я спрашивал Откуда привозят Она не это Не обманщица Она не стала бы Меня Шуговать Как вот Недавно Меня шуганули Вот Просто я хочу сказать Что В общем Мнение мое Такое Начал я с колоновидок Но колоновидки Сегодня не застал Видимо Они уже проданы Вот Я обошел рынок Я теперь не могу вспомнить Даже примерно Где я их видел Я покажу Просто типичный снимок Пусть со старых времен Но тут ничего не изменилось С колоновидками торгуют Настоящими Вот Корни у них Карликовые Корни потом Выкормить толком Этот саженец Не могут В Сибири Потому что попадают Полностью Маленькие корни В замерзшую зону Вот Три-пять яблок Если повезет Десять За всю жизнь дерева Колоновидного Вот Тупик полнейший Но везут их Невзирая Ни на что Ну а если брать в целом Так уж получилось Что мы широко Размахнулись С вами мы увидели Проблемы не только По колоновидкам Но и в целом По Всей Округе А это то же самое По всей Сибири В какой бы мы Областной город Краевой и районной Не приехали Везде одно и то же Вот Садам не быть Культуры обрезки Не существует Один на всю страну Воплю Чем сильнее режешь Тем здоровее Саженец Даже первый год Он вырастает Здоровее Чем сильнее Отрезаешь Вот Ни на кого не действует Знаете Как иногда Мне кажется Что нужно Бы Что бы Чек уровня Премьер-министра Президента Взял И сказал Знаете Мне тут Доложили Оказывается Действительно Проблема есть Проблема кардинальная Традиционное Садоводство Зашло в такой Тупик Что работает В холостую Гигантский Механизм Вы видели Только маленькую Крошечку Этого механизма Гигантский Механизм И гигантский Лохотрон И конечно Нужно гнать Варягов С Молдавии С Средней Азии Толку от них Миллион мертвых Из миллиона Посаженных Вот Вот это проблема Это же Грабеж людей Наивных Пенсионеры Последние рубли Это одна проблема Но даже саженцы Мы видели с вами Еще и настоящие На рынке Несколько минут И раньше Видели Видели И все же честно Вот Но даже У них шансов Почти нет Вот Если Вот она продала Все там Допустим Тысячу Вот Почти вся тысяча Погибнет Или будет Дохнуть 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 Невозможно Бессильнейшие Оборезки Кто об этом знает Единственный человек Или два На всю планету Могут сказать Чтобы их послушали Чтобы Грохнуть кулаком Немедленно Развернуть Агитацию Повернуть Оглобли Поставить Наконец-то Лошадь Впереди Телеги Вот Что надо Новая технология Что надо Резать Резать при посадке И еще 10-20 Таких Принципиальных Моментов О которых Я талдычу 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 И талдычу Вот Пока этого не будет У нас Никогда Садов не будет